Современные педофилы могут разращать ребенка даже на расстоянии. Все, что им для этого требуется, интернет. Но особенность этого случая в том, что подобное предложение поступило в адрес матери двоих маленьких детей. Поводом стали несколько фотографий мальчика и девочки с Иссыкульского пляжа, выложенные в социальной сети. Беседа началась под предлогом заработка. Большие суммы в евро, да еще и не выходя из дома. Но оказалось, что деньги женщина получит в обмен на снимки обнаженных детей. А если провести несколько омерзительных манипуляций с ребенком перед камерой в скайпе, цифры вырастут в несколько раз. Но на этом предложение не заканчивается. Особый спрос на недолгую встречу с американским миллиардером 70 лет. Клиент, как написали молодой маме, может приехать и сюда в Кыргызстан для личной встречи с ребенком. Посреднику тоже кое-что перепадет. Шокированная женщина сразу позвонила в милицию. По этическим соображениям мы не будем озвучивать ее настоящее имя. Пусть будет Джумагуль. Мне кажется, через некоторое время он меня обратно будет писать. Хотя я удалила уже фотки. Мне кажется, он себе перекачал вот эти фотки с моим ребенком. Хотя это был маленький ребенок. Говорит, детям сколько они послушные, красивые. Я наоборот сказала, что у меня ребенок очень некрасивый. Девочка, у нее ноги кривые. Чтобы его как-то отпомнили. Говорит, убейте тогда. Ребенка убейте. Зачем усложнять жизнь ей и себе как бы и другим. Необходимо срочно выяснить, кто зарегистрирован под этим аккаунтом, настаивает женщина. Ведь подобные предложения могут поступить и в адрес недобросовестных родителей, которые не упустят возможности подзаработать на своих чадах. Могут пострадать беззащитные дети. В ГУВД уже приступили к расследованию этого случая. По данному факту в настоящее время зарегистрировано в книге учетов происшествий ГУВД города Бишкек. Доложено руководству ГУВД. Подключены к разбирательству оперативные службы. Материал передан в следственное подразделение для принятия решений и рассмотрения в соответствии с нормами Уголовного процессуального кодекса Кыргызской республики. Специальные айти есть, айтишники есть. Айтишники будут смотреть и искать этого человека. Жертвой подобных извращенцев может стать каждый пользователь соцсетей. Застраховаться отраслителей малолетних в интернет-пространстве легко и просто. Достаточно пары криков мышью, напоминают психологи. Я бы не рекомендовала выставлять фотографии детей на соцсетях. Я понимаю, что бывает, что родственники живут далеко, за границей. Есть друзья, есть подруги, разные сферы, коллеги есть. И нам хочется поделиться своей радостью, показать, что вот у меня вот такое вот событие произошло, или вот такое событие произошло. Но тогда надо четко ограничить круг доступа. То есть есть же там на стройках, да, такая функция. Кто может смотреть, кто может видеть эти фотографии, кто нет. И поэтому не принимать дружбу от малознакомых людей, даже какими бы комплиментами он не забрасывал, потому что есть свои технологии у той стороны. Кроме этого, родители должны быть весьма бдительными, если их дети пользуются социальными сетями, советуют психологи. Необходимо изучить, с кем они общаются, а главное – предупредить, что люди виртуальной реальности могут быть совсем не теми, за кого себя выдают. Регулярно разговаривать с детьми о том, как прошел их день. Ну а выкладывая на свою страничку снимки, на которых запечатлены наверняка счастливые моменты из жизни, лучше еще раз подумать, стоит ли подвергать опасности себя и своего ребенка ради очередного лайка. Анастасия Соболева, Владимир Кобалдеев, НТС.